джеймс бонд оказывается самый страшный персонаж это джеймс бонд все все легли все выключили нас никто не смотрит так ли это мы сейчас узнаем у нашего гостя появился в нашей студии кинокритик киноман и блогер я косолава здравствуйте илья здравствуйте присаживайтесь илья доброе утро доброе утро мы вас пригласили в студии для того чтобы вы нам рассказали что-то любопытное об истории фильмов ужасов вы вообще боитесь фильмов ужасов а ну скорее да чем нет потому что вообще в принципе я пытаюсь настраивать себя на тот лад который хочет передать режиссер потому что фильмов смотрю много если я буду замыливаться то илья пищевого удовольствия не хочет ну я молод и молот и горячего хорошо а все-таки самое интересное это все равно каждый фильм ужасов несмотря на свою оригинальность там какие-то находки режиссерский он использует штампы ну конечно там пусть он на психологии основном насколько я знаю вы просто коллекционер этих штампов вы знаете дикое множество не то чтобы коллекционер просто приходится смотрю и так какие эффекты зачастую используют режиссер но в любом случае любые эффекты которые используют режиссеры это эффекты которые они берут из жизни то есть то чего боится человек может фильм ужасов должен пугать в любом случае и поэтому но что самое страшное в жизни когда например сзади за угла кто не буток нападает неожиданно да неожиданно вот мой господи боже мой так можно действительно начать заикаться посидеть вот и поэтому самый распространенный штаб фильмов ужасов это вот эти эффекты бу на самом деле я их не люблю потому что это выдает беспомощность беспомощность режиссера да ну что пугать можно сотнями образом на это самый простой музыка нарастает нарастает не открывается наоборот музыка тише 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 ты уже все да да еще что но очень часть часто используют такой штамп как оживший злодей когда уже в зомби какого-нибудь или вампира убили да вот так вот он все уже лежит мертвые герои утирают под со лба подходят к нему что-то там посмотрели на путь не живут зомби это обзором но это стоим по сути до эффект бу ну это так перемешанным еще очень часто последнее время почему-то фильмах стало принято использовать какие-то проклятия проклятие на человеке проклятие на доме призраки летающие по дому которые хотят вернуться там в мир иной наоборот это уже не даже не не образ да то есть дает эффект это уже уже сюжетный ход который просто постоянно уже надоел вот так вот сегодня последнем фильме ужаса в синей стороне этого хода ну я его еще не смотрел но судя вот по трейлерам я посмотрел трейлер решил на него не идти потому что скорее наоборот он этот ход присутствует то есть там какой-то проклятый дом проклятая какая-то пленка бедный вот эти проклятые пленки это еще со звонка по-моему звонок да вот женщина в черном где неожиданно постаревший гарри поттер ходит по дому и еще вот когда же это наконец закончится какое-то время назад стали популярный фильм который снят вроде бы на любительскую камеру тем кто там да это называется называется макюментри но я вам скажу сейчас такой забавный факт в кинематографе есть такое понятие прибыльность это доход деленный на расходе самый прибыльный на данный момент фильм это паранормальное явление за каждый вложенный доллар они получили где-то 1300 долларов не через триста больше раз то есть не потратили 15000 заработали 200 миллионов пока они будут зарабатывать вот на таких фильмах это не закончится ведь мы из блэр то и на самом деле менял паранормальное явление напугало в свое время тут же тоже все зависит от ситуации если его смотреть ночью одному гостиничном номере там все что угодно страшно делаете ну я езжу частенько в командировке смотрю фильмы хорошо продолжим что еще какие вот из эффектов можно было бы вот так выделить наиболее часто встречающихся но глупых фильмов ужасов часто герои разбегаются не держатся вместе убегают в шкафы куда-то на вторые этажи разделимся на по одиночке их поймаем бегут по вот знаете освещут это очень распространенный штамп освещенная дорога едет машина в машине какой-то маньяк и герой убегает вдоль из его линии машет руками в лесу то страшно там волки и все-таки в завершение разговора эпизод который вы считаете сам страшно для вас ну скорее не эпизод скорее фильмы то есть туда в эпизоде сложно говорить вот например сияние фильм очень страшно я считаю там стивен кинг кубрик замечательно снял джек николсон сыграл да если его смотреть действительно в правильном настроении не подпевать их с друзьями ну очень страшный фильм я считаю хорошо спасибо большое илья у нас был в студии можно сказать специалист по ужасам и веселил нас рассказами спасибо огромное илья но прямо сейчас посмотрим что приготовил нам именно промышленность новинки и виде